Надо винч менять, на самом деле. Ещё можно скиллушечку подключить. Какая разница, если команда сама по себе слабая? Разговор не в скиллухе или не в скиллухе? Есть слабая команда, есть сильная команда. Есть тир-1 команда, есть тир-2-3 команда. Зачем играть на тир-3 команде, постоянно испытывая негативные эмоции? Я, честно сказать, понять не могу. Вот. Честно говоря, команда Джона смотрится очень плохо. Эвил Краб. Рассказывай это кому-нибудь, кроме меня, окей? Расскажите Брайту про тир-3. Клейман. Давай посмотрим на то... Я понимаю, что ты сейчас скажешь, что очевидно Брайт играет сильнее, чем Энфи или Рейн. Вот. Но проблема-то в том, что Брайт очень сильно злокерила. Имеется в виду и прокачка команды, и все остальное. И локерков таких, к сожалению, не так много. Вот Джон Локерок, смотрите, минус 3 на лосе. Швец сразу, в общем, оказался, мягко говоря, в сложной ситуации. То есть эти мифы вы можете рассказывать кому-нибудь, кто не наиграл почти две тысячи игр. И не посмотрел еще игр 500. Про хаев ничего сказать не могу, но хаи всяко лучше, чем андеды. В этом я нисколько не сомневаюсь. При игре на результат хаи более высокий тир. Особенно учитывая реалии Руба БЛ, где в высшем дивизионе сидят 9 хд и один эльф. Я понимаю, почему швед делает этот БЛИЦ, но мне кажется, надо было БЛИЦ. Ну, я понимаю, что он с когтями бы не пробил бы, но это уж другой вопрос. Золотые слова, Эвил Краб. Золотые слова. Очень нагло идет в драку, кстати, Джон. Я с ним глубоко не согласен. Но еще я понимаю, почему он это делает, но... Минус 4. Какой-то очень-то... Еще единички не хватило на травму. Какой-то дико тоскливый матч для шведа. Вот. Привет, аллигатор. Будешь играть... Я с часовыми поясами наидиотничал через 2 часа. Ну, уже меньше. Уже меньше. Я неправильно посчитал часовые пояса с Франции. Меня переклинило. Мы играем только в 8. Перегорю уж до этого момента. Надо пытаться выбить Горда. Мне это ни о чем не говорит аллигаторая. И я абсолютно не... Нет, я понимаю, что делает в этой ситуации, собственно говоря, швед. Но мне кажется, это очень безяйцевая игра. Простите уж меня, пожалуйста. Ну, я к тому, что швед уже просто пытается беречь команду. А мне кажется, в таких ситуациях надо пытаться убить команду оппонента намного быстрее. Вот. Аллигаторая, я не хочу быть забаненным в чемпион-сладдере, поэтому я не буду этого писать. Ну, то есть, зная твою ПЕКО-2ТВшную натуру, я рисковать не стр... Да... Ну, вот, ребята, швед пытался играть аккуратно, а получил просто человека, который при любом удобном шансе просто пытается бить Клавсой. Вот по факту вся аккуратная игра шведа уперлась в то, что оппонент бьет Клавсой, и у него суперпробой. Прекрасно. Ну, это к разговору, а скилеет... Нет, это еще не плей-офф, плей-офф 8. Я... Надо поменять название стрима. Вот. Чтобы не было этих вопросов, а то уже что-то как-то это... Ну, еще не знаю, глядя на такие игры, понимаете, я... Я уже, сколько там... Как минимум... Четыре раза успел разочароваться в андедах. Один раз в плей-офф, когда Пупок уничтожил мне команду, ну, там был контр-матчап, конечно, и все такое, но просто Клавса работала каждым ударом. Потом с Пупком в ладдере, где опять у него одна Клавса убила мне всю команду. А вот, в абсолютно бесшансовом каком-то говне. И два раза в Руббл, где... Один раз меня даже без Клавсы разобрали, и один раз меня разобрали на Клавсе, когда я кинул три единицы подряд. Вот. Ну, в общем, андеды теперь в моем представлении крайне ненадежная команда и не особо имеют право на существование. Ну, вот. Ну, очевидно, что ног, морда. Каждая работа пилой, кстати, вынос игрока с поля. Я не знаю, конечно, против такого лака, по-моему, Швед ничего сделать не мог. Я даже не буду... Я не знаю, Дон Кихотт серьезно это написал или нет. Редкий случай, когда СФ, конечно, очень хорошо смотрится на таком игроке. А я бы думал, бы а так ли брать, а теперь прям смотришь и... Ну, опять же, смотрите, все блицы Шведа ничего не стоят, в то время как блицы его оппонента каждый раз кого-то выносят. О! МБ работает лучше МБ Клавсы. Надо запомнить это правило. Только здесь Реген есть, а здесь что-то без Регена как-то. Ну, что-то как-то тоскливо Шведу в минус 7 играть, я смотрю. Дон Кихотт. Я думаю, что раз человек спрашивает, то он, скорее всего, твою капу примет за... Он не поймет, что это капа. Ты не прав, в общем. Ну, это мое непрофессиональное мнение. Сейчас опять попилят. Пила уже отработала там годовой бюджет три раза. Реролл пилы! Особенно с учетом того, что осталось всего один РР на три хода, конечно, довольно сомнительное мероприятие. Хороший Блиц от Шведа. Стоит, правда, понимать, что Шведа это не спасет. Но Блиц хороший. Вот как играть в эту игру, ребята? А главный минус Андеда в том, что... Вот есть золотое правило Андедов. В том, что... Ты будешь получать Реген только на несерьезные травмы. А как только будет что-нибудь такое важное, ты всегда в 99 случаев из 100 не отрегенишь. Да и Гули, конечно... А, кстати, ребята, а кто-нибудь знает, есть такой вопрос. Можно ли между, допустим... Делать трансферы между некрами и нежитью? Или это программно все абсолютно зарублено? Я к тому, что Вайты, Гулии, Зомби... Ну, те игроки, которые полностью совпадают по статам. Нельзя? Ну, я так и думал. У Шведы не осталось АР. Тоскливо. Ну, да, Ш... Ээээ... Понятно. Смотрите, Джон уже милосердно бьет не всегда Клавсой. Не, правда, можно предложить идею, что... То есть ты рерольнул в этой ситуации один-два, последний реролл. Ну, нет, вот это, ребята, называется какой-то запредельный уровень жадности, вы понимаете? У тебя последний реролл, и ты такой... Да... В принципе, пофиг. Нет, я... Я, конечно, все понимаю. Я все понимаю, но... Джон пытается супер-выигранную игру все-таки отдать. Вот. Это очень трудно, это очень трудно. Но Джон прям прилагает усилия. Можно просто похлопать ему за такие непосильные старания по отдаче каточке. Проталкивание здесь довольно простое. Но надо уронить. Вообще, конечно, для этого можно было задействовать значительно меньшее количество игроков, но... Ну, окей. А представьте, что в этой ситуации, например, Джон бы кинул бы опять 2-2, потом не кинул бы додж, и полностью выигранный тайм был бы в минусе. Ну, кстати, 50% практически встало, даже чуть больше. Хотя, я думаю, что в этот момент швед уже и так летел на ракете куда-нибудь в небеса, потому что... Ну, я от таких игр горю. Это как моя игра с арткости, где... Тебе убивают двух игроков просто за ни за что в один ход без МБ Клавсы. И... И ты ничего с этим поделать не можешь. Вот. Вот поэтому, ребята, в вышке... В вышке не надо брать какую-то интеллектуальную команду. Вот. Надо брать вот Хаос, Нурглей или... Еще лучше ХД, потому что ХД из всех этих команд на свой пик выходят тупо раньше. Вот. И сидишь, выигрываешь, каточки, тыр-пыр. Что-то мне жарко, хочется окошко открыть. Сейчас досмотрим. Досмотрим, как шведа насиловали. Ну и да, швед на лосе ни одного Роттера выбить не смог. Но у шведа, кстати, почти все встало. Поэтому шансы есть на результат. Хотя, конечно... Когда тебя полулонерные Нургли разбирают в салат, это немного обидно. Ну, шведу пробой не занесли. Привет, мистер Кей. Опа, пробой. Вот, знаете, какая просто гигантская разница за ход. То есть, сколько всего сделал оппонент шведы, сколько сделал швед. Швед дал один пробой за три удара, да? Ну, сейчас будет еще четвертый. А не лучше ли было блицануть-то в Клавсу? Я понимаю, что она со Стендфермом, но... Мне кажется, что рисковать-то уже можно. Ну, ладно. Не уверен, что здесь... Ну, как бы Нургли далеко встали. Нургли далеко встали. Но у Нургли есть взятка. И пофалить сейчас козла довольно простое мероприятие. То есть, сейчас будет контакт. Можно, кстати, сделать проталкивание было. То есть, можно было козлика завести сюда. Ударить отсюда. Толкнуть. Толкнуть этого козла на воина с МБ таклом. И... Ну, ладно. Это жадный план. Я понимаю. Но по концепции очень красивый, мне кажется. Ну, ладно. Можно было бы морально... Можно было бы морально убить Шведа в этот момент. Хотя я чувствую, что Швед и так, скажем так, на морально волевых играет. Вот поэтому мне казалось, что Шведу надо было реролить ГФИ. Потому что... Ну, какой-никакой контакт на мяч все-таки есть. А фолл-то будет? Может быть, стоило вот этого козлика пофалить прыгуна, раз у тебя есть взятка? Ну, ладно. Притом, кстати, вот... Вот это качество команды Шведа, оно вообще не работает. То есть, смотрите, здесь взятка, Игорь, Мак, еще Руби, да? И... И что? Мне почему-то напоминает эту игру... Таких веселых товарищей, как Сержик и Колян, где холопы устраивали джихад, и... Я не понял. Нет, ладно, я понимаю. Швед, конечно, крайне жадно играет. Крайне жадно играет. Даже, наверное, не буду его за это ругать. Я понимаю, почему Швед делает такие вещи. Но это очень жадно, согласитесь. Не, ну молодец, ладно, на самом деле все получилось. Если бы он еще сломал бы этого воина, вообще было бы идеально. Жадная игра Шведа отчасти себя оправдала. Если Швед даст еще парочку приятных тактикульных пробоев, то... Он вполне должен цепляться за результат. Почему он такл не обжал? Ну, чтобы не плодить лишние контакты, наверное. Я, в общем-то говоря, нисколько не сомневаюсь, что... Да, видишь, Джон из тех игроков, которые будут кидать 1D кубы до посинения, и, скорее всего, они будут получаться. А, который мяч выбивал? Ну, потому что Швед наглый. Понимаешь, там сама концепция того, что он не стал давать блиц в этого хотя бы козлика, это уже вызывает вопроса. Швед решил поиграть в наглую, Швед за это наказан. Сейчас он не находит 5-6 в мяч, и как бы... А, единичка на ГФИ, может? Не, нашел. Ладно, повезло, повезло. Самое смешное, что здесь даже не прикрыться-то особо от козлика. Тут 3+, там, терпыр. Ну, Швед нагло играет просто. Швед просто очень нагло играет. А он доджил силовым козлом чисто, чтобы уйти от удара. У него не было глубокой мысли. Он бежал не получать урон. Понимаешь, чем дело, Менс? Дело в том, что когда ты играешь против кучи МБ Клавсы, и первый тайм ты заканчиваешь в 3 игрока, ну, у тебя в голове где-то вот заседает мысль, что появляется страх, понимаешь? То есть тут есть 2 психологических реакции. Либо человек начинает бояться, Швед начал бояться. Либо человек, наоборот, теряет берега и начинает уже просто безудержно рисковать. Не знаю, что из этого хуже или лучше. Вот. Нет, это как раз несложно понять. Я такие вещи улавливаю довольно легко. Ну, то есть я не вижу в этом ничего плохого. Это просто, ну, люди такие. Он все ходы вдумчиво делал, кроме этого. Ты, Менс, вообще стримы Шведа когда-нибудь видел, если не секрет? Не подумайте, что я хочу как-то люто покритиковать Шведа, но Швед очень эмоционален. Может быть, не мне об этом говорить, но Шведушка действительно... Ну, у него бывает такое. Сейчас немножко страшно. Я бы даже, может, скачал от долба... Я бы, кстати, может, сначала от долба СИС сюда, но как бы ладно. Вкладочка. Окей. Правда, вкладочка в ауре, если я правильно посчитал, да? Три плюс? Да. Ну, я удивлюсь, если Швед не горел. Я бы так это описал. Хотя я все считаю, что Швед даже сейчас до сих пор, ну, там, один из главных претендентов на выход в ПО. Вот. Ну, Швед... У Шведа есть какая-то доля идеализма. То есть, когда Швед видит очень глупенькие ходы, у него полыхает так, что прям вау. Я, честно говоря, тоже люблю пострадать таким, но уже реже. Я как-то, так знаете, поостыл немножко до чужой игры. Да и до своей... Не то, что поостыл. Начало появляться понимание того, что люди, а не люди, и ждать от них очень многого не стоит. Что значит заслужил, Эвил Краб? Не очень понимаю. Никогда не любил вот эти формулировки заслужил, не заслужил. В общем, большая проблема, что времени практически не осталось. Я к тому, что, как бы, Шведу надо бежать вперед, а он играет против мага, а пробоя нету. И что-то как-то тоскливо. Мне, на самом деле, кажется, что сейчас, вот в этой ситуации, был резон Шведу бежать в закат налево от двумя агильными игроками. Кармическая справедливость на его стороне, ну, должна быть. Нет, нет, Эвил Краб. Это был фейербол на дамаг в этой ситуации? Я просто хочу понять одну вещь. Секунду. Джон же должен был понимать, что если не упадут два вот этих игрока, у него нету кубов в мяч. Ну, нет, я... Я даже не знаю, что просто сказать, как бы. Там надо, чтобы два игрока из четырех строго падали, при том по одному направлению. Ну, не, ну... Скилл? Бешеный прям, вообще. Сейчас еще вот... Ой, это, кстати... Ну, наводящий вопрос. А почему ты сначала побежал вперед? Почему ты не поднял этого козла и не дал бы ему пас в мертвую зону? Нормально. Нет, я знаю, что анализировать эти вещи бессмысленно. Ну, просто бессмысленно, но... Ну, как бы... То есть... Ну, сейчас вот этот козел встает, дает два куба, а агильный козел там... Ну, ладно, не агильный козел, а агильный... Оба агильных козла, кстати, выпали. Лол. Я даже не знаю, как это... Привет. Привет, Теклес. Ну, спиритолог, ты говоришь про человека, который успешно выступает в Руббэйле. Вот. Мячик отсюда не подобрать из-за скаттера. Ну, тут просто забегание на гол. Да, правильно. Надо подбирать убиватором мяч с профи. А, так подобрал. Ну, я бы на месте шведушки бы сгорел. Честно признаю. Я бы сгорел вообще. Ну, просто... Я понимаю, если бы он дал мага чисто вагильного и потом пытался бы сесть на мяч, но... этот маг был... НЕГЛА! Вот в этот момент я думаю, ребята, что швед просто улетел на... Я бы улетел. Вот просто после этого я думаю, швед сразу какую-нибудь там третью космическую взял и никто его больше не видел. Ну, это вот этот типичный матч, где Инкредибл Лак побеждает Импосибл Скилл. Притом побеждает абсолютно одноколиточно. Ну, согласитесь, ребята, ну, это Ну, это именно так. Вот именно так. Привет, Лайтмонг. Это просто вот один из таких матчей, когда вот... Хочешь, жни. Хочешь, прости, господи, куй. Все равно получишь то самое. Забудут еще одного игрока на гол, швед. Додж подбор. Смелый план. Я думаю, зря, на самом деле. Нет, я понимаю... Я понимаю, в чем прикол был у шведа, но я бы сначала бы задоджил здесь или ударил бы. Или ударил бы. А остался бы... Ушел бы, типа, поближе к своим. Могу скрасить вечер убиванием полудохлика в 20.00. У меня в 20.00 сегодня Лайтмонг будет убивание топ-1 Завра Ладдера. Я неправильно посчитал часовые пояса. Я думал, у меня в 6 игра в Чемпионс Ладдере. А у меня игра в 8. Поэтому я убиваю время до игры в Чемпионс Ладдере. Ну, в плей-офф. У меня, конечно, мягко говоря, мало надежд, но посмотрим. Ну, тут шведа жалко. Просто вот все, что я могу сказать, швед попал на нечто невообразимое. Думаю, зря, кстати. Мне кажется, шведу надо было играть все-таки через 4 плюс ловлю. То есть, может быть, было бы... Ну, хотя, не знаю, тут и так и так все было плохо. То есть, наверное, надо было вот этим пареньком снимать ассист с козла, а козлом идти на подбор. Ну, ладно. Ну, тут и так и так как бы маловероятный гол был. Сейчас еще Джон 2 напихает. Нет, не напихает. Ну, это катастрофа. И тебе удачи, Лайтмонг. Мне удачи понадобятся точно. 22 пробоя. Ну, ребята, просто... Просто ради 30 отборов против 48. И как бы 14 пробоев против 22. 10 нокаутов 2 травмы, 3 нокаута 3 травмы. То есть, по сути, пробоев в 2 раза больше было у Джона. Вот. Ну, имеется в виду результативного пробоя. Результативного. Ну, ладно. При том, что... Простите, 22 пробоя при 30 отборах? Ну, то есть, у шведов средние цифры. Вот эти... Вот эти 14 при 48 это абсолютно средние... Может быть, даже чуть ниже среднего, потому что это чуть меньше третья. Да, это чуть меньше третья. У шведов плохие цифры. Но 22 пробоя из 30 блоков это... Я даже не... Понимаете, это больше двух третей успешных проб... как бы у тебя из трех ударов два всегда пробивают. Я... Я не знаю, что здесь сказать. Но это... Это статистическая аномалия, если коротко говорить. Вот. Ну, то есть, ну, смотрите, да, армор шведа 30%, а армор Джона 56%. Тут... Тут слова излишни абсолютно. Да, Бог Хауса сделал свой выбор. Я согласен. Субтитры сделал DimaTorzok